Другой пример, когда был один подробный разговор с Лекшем. Можно также сконцентрироваться на целом лесном оселе. Для тебя это ядро леса? Да, ядро лесного осела. Потому что для меня это не центр, не вот эта точка ядра, пространство ядра. Для меня это весь лес целиком и это большой образ, который заключает в себе массив. То есть у меня он не концентрируется в его. Я общаюсь целиком с массивом. Я не могу сказать, что я в этом случае концентрируюсь на точке. В каком-то смысле это тот смешной вариант, когда слова начинают плохо описывать реальность. Это точка в смысловом значении, в смысловом пространстве и не точка геометрической. Но в яблоне ты говорила, что у тебя... В яблоне геометрической, да. Здесь нет? Здесь смысловое ядро, да. Но пространство у меня большой образ. Но я думаю, что это у разных людей, скорее всего, по-разному. Но не в октябре. Образуется смысловое святоточие этого леса. И можно с ним как-то общаться. Тоже практически словами. Частичным образом. Одна моя знакомая на моих глазах просто предоставила этому каналу управлять ее движением. То есть она начала двигаться так, как если бы не она это делала, а ее управлять. Не знаю, что разные люди поражают. Но у меня в таком стиле получаются целые длинные идеологии. Часто к этому примешиваются какие-то внешние события. Все предыдущие диалоги были больше про духов и про их собственную жизнь. Про жизнь яблоне и ее вкус, ее отношение к этому. И даже когда это был диалог про человека и его семь тел, то все равно это было такое восприятие духа и про его жизнь. У тебя все темы, все разговоры про них чаще всего. Аминь. Аминь.